Девушки отдыхают Вроде правительство закрыто, приходите в другой день, извините за неудобства Мы прилетели вчера и знали про этот кризис, жаль конечно, но ничего, переживем Мы давно планировали поездку и что-нибудь придумаем Но они простые туристы, а что придумать почти миллиону государственных служащих Америки Которых на этой неделе отправили неоплачиваемые отпуска Это не только сотрудники Белого дома и министерств В Вашингтоне дерутся господа демократы и республиканцы, у всех остальных трещат чубы Оппозиционный конгресс, состоящий в основном из республиканцев Принимая бюджет, вычеркнул из него расходы на реформу здравоохранения Практически ампутировали главную социальную реформу президента демократа Барака Обамы Доступное здравоохранение Бюджет без этой статьи отклонили демократы в Сенате Это могло продолжаться еще долго, но вместе с бюджетом Конгресс должен был увеличить лимит государственного долга Чтобы у правительства не закончились деньги на оплату счетов И тут обе партии уперлись рогом Бюджет не приняли, лимит государственного долга не увеличили Американское правительство закрыто, денег нет Республиканцы в палате представителей отказались предоставить финансирование правительству До тех пор, пока мы не откажемся от реформы здравоохранения Они закрыли правительство и не хотят позволить миллионам американцев получить медстраховку Вот собственно из-за чего дерутся Реформа здравоохранения Ее для краткости называют Обама Кер Можно перевести как Обама Хранение или Здравоохранение имени Обамы Чтобы получить квалифицированную помощь и не обанкротиться В Америке нужна медицинская страховка Сейчас ее покупать не обязательно Бедняки и не покупают Медицинская реформа Обамы вводит субсидии на медицинскую страховку для всех американцев Сумма субсидии зависит от дохода Самые бедные будут платить около 50 долларов в месяц Средний класс примерно по 300-350 долларов За отсутствие страховки, начиная с 1 января 2014 года, будут штрафовать Субсидии на медицинское страхование обойдутся бюджету в 700 с лишним миллиардов долларов Их-то и хотят сэкономить республиканцы Примечательно, что виновники нынешнего кризиса Конгрессмены от обеих партий и все сотрудники Капитолия Обеспечены отличной медицинской страховкой за государственный счет Появившаяся была идея лишить законодателей этой льготы Уравняв правах с простыми американцами, естественно, не нашла поддержки Что лишь добавило негатива в общественные настроения Согласно опросам, 90% американцев не одобряют действия Конгресса И больше всего достается республиканцам Оставшиеся без зарплаты бюджетники выходят на улицы с плакатами Темнокожей Зоне Смитс не повезло в этом году дважды сначала Из-за секвестра расходов ей сократили рабочие часы Теперь и вовсе отправили в отпуск Они совсем оторвались от реальности Они не понимают, как их решения отражаются на простых гражданах На нас, маленьких людях В Зоне и сотням тысяч ее товарищей по несчастью Приходится договариваться с банками об отсрочке платежей по кредитам Искать, у кого занять денег И надеяться, что здравый смысл в Вашингтоне возобладает Всю неделю демократы и республиканцы вели консультации Обама несколько раз встречался с лидерами партии Но все без толку Противники уже переходят на личности Минувшим вечером я был в Белом доме И президент раз 20 повторил мне, почему он не хочет договариваться Потом лидер демократов в Сенате рассказывал мне, что они не будут разговаривать с нами А утром я прочитал в Уолл-стрит-джорнл, что им все равно, сколько продлится кризис Потому что они только выиграют от этого В полу политических баталий о причине спора медицинской реформе все, кажется, уже забыли Сейчас важно другое, кто капитулирует первым Все или ничего Поражение для лидера республиканцев в Конгрессе Джона Бейнера может означать конец карьеры Он и так уже наделал много глупостей Например, ругал сотрудницу национального парка за его закрытие из-за правительственного кризиса А еще два влиятельных республиканца, Митч Макконнелл и Эрент Пул, забыв о включенном микрофоне Проговорились, что голосуют против просто из принципа, чтобы насолить Обаме Сам президент тоже в долгу не остался и всячески критикует оппозицию Единственное, что мешает разблокировать работу правительства и не дает людям вернуться на работу Это нежелание спикера Джона Бейнера дать конгрессменам право проголосовать так, как они считают нужным Его страх перед радикалами внутри партии Только это Впрочем, закрытие правительства еще не самое страшное Ведомства не работают неделю и ничего, катастрофы не случилось Настоящий апокалипсис может случиться через 10 дней, когда у Америки банально кончатся деньги Увеличить потолок госдолга, сейчас это почти 17 триллионов долларов, должны все те же республиканцы Если и тут переговоры провалятся, последствия будут катастрофическими не только для США, но и для мировой экономики По мнению МВФ и остальных, последствия могут быть катастрофическими, но мы не знаем, насколько катастрофическими они могли бы быть и не хотим знать Американские банки уже готовятся к худшему На случай паники в отделении и банкоматы завозят дополнительную наличность, а для клиентов-госслужащих придумали рассрочки по кредитам Минфин страны тоже перешел на режим максимальной экономии Там даже признали, остановка работы правительства и выплаты зарплат позволят на несколько дней оттянуть дефолт Ситуация настолько серьезна, что Барак Обама отменил азиатский турне и поездку на саммит АТЭС Где должен был обсудить ирийский вопрос с Владимиром Путиным Какая серия, если страна вот-вот обанкротится? Впрочем, по данным источников Белом доме, в администрации США уже придумали, как обойти Конгресс и увеличить лимит госдолга Способ нашли в 14-й поправке Конституции Государственный долг США не подлежит сомнению Если постараться, можно истолковать это так Американское правительство может задолжать хоть все деньги мира Но никто не имеет права сомневаться в его платежеспособности Роман Мамонов, Василий Журавлев, События недели